Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем изучать трудные места Священного Писания, Библии. И вопрос, который мы сегодня рассмотрим, а был ли рай, Едемский сад на Востоке? Во второй главе книги Бытия, восьмой стих, мы находим такие слова. «И насадил Господь Бог рай в Эдеме на Востоке и поместил там человека, которого создал». Иногда, когда люди рассуждают о рае, им представляется, что рай – это некая такая благостная абстракция, фантазия, которая присуща многим племенам, народам и языкам. И действительно, в разных мифологических системах разных народов говорится о том, что изначальные люди жили в каком-то блаженном, радостном месте. В славянской традиции это называется «рай сладости в Эдеме на Востоке». Но в то же время рай в Библии, во второй главе книги Бытия – это географическое понятие. Например, мы читаем с 10 стиха и ниже. «Из Эдема выходила река для орошения рая и потом разделялась на четыре реки. Имя одной – Фессон, она обтекает всю землю Хавила, ту, где золото, и золото той земли хорошее, там Бдалах и камень Аникс. Имя второй реки – Гихон, Геон, она обтекает всю землю Курф. Имя третьей реки – Хадекель, Тигр, она протекает перед Осирией, четвертая река – Ифрат». Надо сказать прямо, что, в общем-то, мы распознаем через эти свидетельства о том географическом месте, где находился рай. Это Месопотамия между Тигром и Ифратом. И многие ученые вообще неоднократно высказывали мысль, что не Африка, а именно Месопотамия является колыбелью всего рода человеческого. Но в то же время рай – это и не только географическое понятие или представление, но это свидетельство и об особой близости первозданного человека к своему Творцу. То есть рай, хотя это и географическое понятие, это и состояние благости, которое переживали первые люди. И в таком аллегорическом прочтении четыре реки, которые омывают рай, это четыре Евангелия. Евангелие от Матфея, Евангелие от Марка, Евангелие от Луки и Евангелие от Иоанна. Указание на всю землю Хавила, ту, где золото, и золото той земли хорошее, это свидетельство о царском достоинстве Христа, которое мы обнаруживаем в Евангелии от Марка, например. И таким образом это и состояние, духовное состояние первозданного человека в их общении с Творцом. И о постоянстве отношений первозданного человека с Богом Отцом свидетельствует фраза, что Господь являлся в прохладе дня. В прохладе дня. Филарет Дроздов говорит, это косвенное указание на постоянство отношений. То есть было специальное время, чтобы Господь общался с людьми. А не в том смысле, что Господь там вышел прохладиться, подышать свежим воздухом. Конечно, нет. Господь общается с первыми людьми, разговаривая с ними. То есть Он общается своим словом Логосом. То есть второе лицо Святой Троицы по воле Отца Небесного собеседует с Адамом и Евою в раю сладости. Поэтому это не миф рай в Эдеме на Востоке. И тот факт, что во всех народах отражена память о том, что первые люди жили в неком райском пространстве, в блаженном саду, это свидетельствует о том, что коллективная память всего рода человеческого, которая происходит от одной крови, сохранила воспоминания об этом. И в этом смысле есть очень интересная книга. Она называется «Фольклор Ветхого Завета». Автор Фрезер. Он показывает, что такие сказания, как сказания о рае, о сотворении человека, о потопе, коллективная человеческая память сохранила все эти сказания в самых разных мифологических системах. Потому что, если эти события были планетарного масштаба, общечеловеческого, то они сохранились в каждом народе, в каждом языке, в каждой этнокультуре. Конечно, тут наложились и отпечатки суеверий, представлений тех или иных поколений. Но рай, в котором обитал человек, это реальное место. Человеку было сказано, чтобы он хранил и возделывал рай. В аллегорическом прочтении рай – это внутренний мир верующего человека. Он омывается текстами Святого Евангелия со всех сторон. Охранить и возделывать рай, то есть свою собственную душу, это оберегать ее от того, чтобы ничего лишнего не проникло бы в наш внутренний духовный мир. Как и Христос говорит, «Царствие Божие внутрь вас есть». И также сказано в Писании, «Верую вселиться Христу в сердца ваши». Таким образом, христианское учение о рае, библейское учение о рае, оно подтверждается наличием многих подобных сказаний, которые обнаруживаются и у индейцев Северной Америки, Южной Америки, и у древних жителей Австралии. Эти сказания сохранились до сих пор. У народов и племен Африки, Мицраим, Египта, и в каждом народе, каждом племени. Но для нас главное то, что это подтверждается Словом Божиим, которое написано для того, чтобы мы уверовали. А вера, как известно, от слышания, а слышание от Слова Божия. Таким образом, в христианском понимании рай – это не только состояние, но это место. И мы имеем в Библии информацию о том, как изгоняют из рая и как поставлен был херувим с огненным обращающимся мечом для того, чтобы приглаждать путь людям, дабы они не вернулись в рай сладости, в том падшем состоянии, в котором они оказались и которое совершенно не соответствовало этому месту, месту райской благости. Но в то же время в христианской традиции мы настаиваем на том, что когда воин ударил копьем под ребро спасителя, то движением этого копья было остановлено движение огненного меча этого херувима и чудом воскресения спасителя доступ в рай открыт. Мы можем вернуться в рай сладости. В древних христианских хрониках мы находим указания на то, что земной рай был уничтожен в водах потопа. Поэтому рай в христианском понимании это небесное царствие Божие, куда мы стремимся, где мы будем обитать, как ангелы на небесах, о чем говорит Господь наш Иисус Христос.